Уважаемые коллеги, позвольте поделиться почти 20-летним опытом, более чем 20-летним опытом использования этой методики. Это целый коллектив большой авторов, в том числе и присутствующий здесь Евгений Владимирович, Марк Львович, Гельфонд. Эта проблема решалась многими людьми одновременно. Печальной данной статистики мы не будем, подробно останавливаться. Понятно, что выживаемость за последние полвека мало изменилась, количество заболевших, хотя и уменьшилось. Я извиняюсь, Андрей Иванович, здесь есть и молодежь, которая не знает, что такое, поэтому, мне кажется, можно и сказать. Пятилетняя выживаемость не превышает 15-20%, за последние 70-х годов прошлого века практически не изменилась она во всем мире. В России до 60 тысяч больных ежегодно, в мире почти 1,3 миллиона. Заболеваемость немножко уменьшается с араком легком, по крайней мере, не растет уже, спасибо, но, тем не менее, все равно это очень большие цифры. В первый год уже умирает больше 50% заболевших, к которым установлен диагноз, вернее, конечно, не заболевших, а пациентов, у которых установлен диагноз. А рано или поздно 90% умирают от этого заболевания. Результаты химилучевого лечения неутешительны, безрецидивная выживаемость до 10 месяцев, 1-годичная 47%, 2-летняя – 20%. Тяжесть состояния таких пациентов зачастую обусловлена дыхательной недостаточностью, обусловленной именно поражением дыхательных путей. В таких случаях встает вопрос о восстановлении проходимости, их поддержании проходимости дыхательных путей, увеличении дыхательного объема, уменьшении явлений обтургационной пневмонии. Зачастую таким пациентам просто невозможно начать специальное лечение, химиотерапию, лучевую терапию именно из-за явления дыхательной недостаточности и опухолевой интоксикации. Таким образом, показаниями, здесь 204 пациента указано, на самом деле уже сейчас больше 270, извините, не исправил слайд, у 203 больных больше 270 операций. Показаниями были ограниченная опухолевобтурация главных и долевых бронхов, центральная опухолёгкая, вызывающая гиповентиляцию от электаз, наличие эндобронхиального и натрахиального компонента, предоперационная подготовка и наличие противопоказаний к хирургическому лечению. Как вариант, исчерпанность полной возможностей специализированного лечения. Относительные местные противопоказания – это компрессионный стеноз из-за перебронхиального компонента, большая распространённость стеноза, более 6 см, неясная анатомическая ситуация в зоне, необратимые изменения в паренхимии, окклюзия сегментарных и более мелких бронхов. В ряде случаев это изолированное поражение правого верхнедалевого бронха, он отходит перпендикулярно от главного, и просто его реконализация зачастую бессмысленна, потому что, как правило, при поражении верхнедалевого бронха имеется существенный перебронхиальный компонент, и он рецидивирует практически молниеносно. Среди пациентов преобладали мужчины, больше 70%, большая часть больных имела третью стадию пухлевого процесса, по 14% пришлось на четвёртую и на вторую бесс-стадии. В большинстве пациентов была выполнена операция восстановления проходимости дыхательных путей в условиях ригидной бронхоскопии, у 15% при фибробронхоскопии, это, как правило, были небольшие опухлевые поражения. В большинстве случаев это, конечно, были поражения главных бронхов и трахеи, реже несколько долевые бронхи. Средний возраст больных составлял 62 года, распределение по морфологической структуре, в общем-то, соответствует тому, что мы имеем в целом по популяции. В процессе эндотрахеобронхиальных операций, реканализации, чаще всего использовалась аргоноплазменная коагуляция, больше 95% случаев, реже лазерная вапоризация, 3% и контактная коагуляция. В чём преимущество аргоноплазменной коагуляции? В том, что это метод монополазно-высокочастотной бесконтактной электрохирургии, в котором энергия тока высокой частоты передаётся посредством ионизированного газа аргона. Изначально он инертный, однако, когда подаётся на кончик электрода разряд несколько десятков тысяч вольт, он ионизируется и образуется аргоновая дуга. Метод хорош тем, что не происходит карбонизации, задымление, что особенно важно в условиях эндоскопических операций. Контролируемая глубина воздействия, поскольку как только возникает участок досекации или обезвоживания ткани в зоне коагуляции, пучок смещается в сторону здоровой ткани, сохранившейся электропроводностью. Собственно, сам электрод при жёсткой бронхоскопии доставлялся с помощью специального направителя при фибробронхоскопии через канал фибробронхоскопа. Важнейший момент выполнения эндотрахиобронхиальных операций под наркозом – это, конечно, адекватное анестезиологическое обеспечение, поскольку очень велик риск развития дыхательной интероперационной недостаточности. Изначально часто больные идут с субкомпенсированной, декомпенсированной дыхательной недостаточностью. Вот нами был здесь, в Институте онкологии, большая часть этих операций, хочу сказать, была выполнена в стенах нашего славного Института онкологии, больше 90%. Вот сейчас, после того, как наше отделение отпочковалось от Института и работает в соседнем центре, мы совместно выполняем и здесь, и там, как-то объединяем наш опыт, поддерживая тесные контакты. Вот здесь, в Институте, было разработано нами тогда, при выполнении этих операций, специальное устройство – аппарат для сочетанной струйной высокочастотной вентиляции. Суть в том, что в дистальном тубусе подключалась насадка, имеющая два сопла, через одно подавалась высокочастотная вентиляция 100-120 в минуту с давлением до 200 паскалей, через вторую, с помощью ручного прерывателя, нормочастотная вентиляция 20-40 движений в минуту, воздухом медицинским, высокочастотным кислородом. Метод продемонстрировал, что при компенсированной дыхательной недостаточности именно хороша высокочастотная либо сочетанная вентиляция, при декомпенсированной все-таки нам не удается, как правило, адекватно продышать, и тогда приходится работать на объемной вентиляции легких с паузами для выполнения манипуляций. Различные этапы выполнения, собственно, коагуляции. Вот аргоновая дуга и этапы аргоноплазменной коагуляции, последующего щипцевого удаления опухоли. Опухоль правого главного бронха, этапы реканализации и снимок на следующий день после операции. От электаз легкого и здесь только от электаз участка верхней доли остается. Почему мы выполняем большую часть операции в условиях ригидной бронхоскопии, а не фибробронхоскопии? Ну, тот факт, что фибробронхоскоп недолго служит, если будет выполнять им реканализацию, поскольку, ну, представьте, чтобы удалить струб опухолевый, это надо несколько сот раз за одну операцию провести щипцы по инструментальному каналу, работать на предельных изгибах. Бронхоскоп после десятка таких операций погибает. Но это ладно, все-таки главное, важнее не стоимость жизни больного. Но вот важнее, что мертвое анатомическое пространство – это 100-150 мл. И именно такое небольшое кровотечение фактически при фибробронхоскопии приведет к фатальному аспирации и, в общем-то, гибели пациента. В то же время при ригидной бронхоскопии мы можем адекватно тампонировать, ввести хороший отсос. Это, в общем-то, для взрослого человека небольшая кровопотеря, и это не к чему страшному не приведет. Мы сможем провентилировать его и закончить свою операцию. Всего у нас было осложнение те или иные у 6,5% пациентов. Как правило, это некоторое нарастание дыхательной недостаточности, небольшое кровотечение интероперационные. Были перфорации, все они закончились благополучно. Ни одного летального интероперационного осложнения у нас не было за все эти годы. Вот, собственно, непосредственно результаты этих операций. Полное восстановление в 25% случаев было частичное, у 72%. Без эффекта не было у нас операций. Ну, просто понятно, что не брали. Если там полное сдавление извне, так мы не нашли на такие операции. Понятно, что при эндобронхиальной и смешанной формах лучшие результаты. Динамика частот степени нарушения в процессе лечения представлена. Видно, что у половины мы перевели в компенсированную форму, у 20% полностью устранили дыхательную недостаточность, остальные перевели в скрытую форму, либо в субкомпенсированную. Понятно, что проведение этих операций, чисто эндоскопических операций, ни к чему, в общем-то, существенно хорошему не приведет в плане отдаленных результатов, поскольку это временное. Естественно, мы значительно улучшаем качество жизни. Буквально пациент с того света возвращается, зачастую из состояния асфиксива выводим. Но на отдаленные результаты вряд ли такая сама операция может повлиять. Поэтому мы разработали целый комплекс дополнительных воздействий, комбинированного и комплексного лечения. Оформили по этому поводу целый ряд патентов. И, в общем-то, только эндоскопическая операция была у 11% больных, которым по разным причинам невозможно было провести дополнительное лечение. Химиотерапия у 14% было дополнено лечение, химия лучевая – 36%, лучевая – 39%. Эндобронхиальная брахитерапия – это то, что позволило нам выйти на совершенно иные результаты и непосредственное отдаленное лечение этой патологии. Впервые, если позволите к истории обратиться, брахитерапия была больше века назад, исполнена в 1910 году Вернером в Гейдельберге гамма-аппарат с радием. В том же году американские ученые Посто и Дегре разработали доставку радиа к предстательной железе через уретру. Первая успешная эндобронхиальная имплантация в 1922 году была выполнена, ну а интерсоциальная брахитерапия при раке лёгко привезла нашим, в общем-то, отцом-основателем таракальной хирургии, тем самым Греховым, который выполнил первую пневмоноктомию. Он же и сделал первые операции у 7 пациентов после рецидива. Первая имплантация, первую брахитерапию провел. В настоящее время европейское и американские республикаторные общества следующие режимы выделяют к брахитерапии. Прямая, то есть имплантация радиоактивных зерен в опухоли, имплантация с помощью инжектора, черезкожная доставка в слепо запаянной игле и внутрипроцветная или внутриполосная брахитерапия. В нашем случае это внутрипроцветная, конечно. Наиболее распространёнными сейчас источниками являются кобальт, цезий, иридий и калифорний. Согласно рекомендациям комиссии по лучевым измерениям, брахитерапия проводится тремя вариантами. Мощность дозы излучения низкая, менее 2 грей, средняя 2,10 и высокая. То есть это тот самый наш случай. Больше 12 грей при разовой дозе 3,10 грей с воздействием на 10 мм от оси источника. Но следует сказать, что всё-таки большой анализ литературы мы провели по этому поводу. И самым оптимальным является доза разовая 7 грей. При увеличении до 10 грей появляются фатальные осложнения в виде кровотечений, деструкции стенки бронха. При нашей дозе в 7 грей мы не наблюдали ничего подобного. В современных брахитерапевтических установках именно источник Иридия, как правило, используется, с активностью 5-10 кюри. Несмотря на то, что период полураспада всего 74 суток составляет, и приходится 3-4 раза в год его переразаряжать, преимущества, в общем-то, преобладают над недостатками. Это низкая средняя энергия гамма-излучения, благодаря чему удается значительно снизить массу сейфа хранилища, и предложить различные теневые экраны для эффективной защиты окружающих жизненно важных органов. Первый эндостат был разработан в 60-м году и с ручной подачей источника излучения. В 63-м были созданы аппараты с кобальтом в Великобритании и США, в 66-м с цезием во Франции, в 71-м, наконец, Иридии, первой фирмой была Селектрон Нидерланды и Микроселектрон. Именно этим аппаратом мы и пользуемся в нашем институте. В онкоцентре, где я работаю, там Варион, немножко другой аппарат американский, к сожалению, его никак не удается запустить в связи с отсутствием источников и контактов у нас с этой страной в последнее время. В России первое радиотерапевтическое устройство, с гордостью, можно сказать, было с автоматической подачей на тросики шагающих источников кобальта, было сделано в стенах нашего института, через дорогу от этого здания, Станкевичем, в радиологическом отделении города Ленинграда. Дистанционная лучевая терапия проводилась до обычных доз. Разовая доза 2 грей, один раз в день 5 дней. Высокодозная брахитерапия, всего уже 123 таких пациента. Иридий 192, 5-10 кюри. Длина траектории источника 5-20 см, шаг 5 мм, глубина референтной изодозы 10 мм. Один раз в неделю 7 грей, до дозы, как правило, оптимальная доза 21 грей. Но были у нас и пациенты, у которых 14 или 28 грей. Вот, собственно, сам процесс. Аппликатор вводится через канал фибробронхоскопа под местной анестезией с захватом от 1 до 3 см выше и ниже краев опухоли. И в течение нескольких минут, в зависимости от активности источника на данный момент, это может быть обычно от 3 до 7 минут, проводится брахитерапия. Когда нас долго перезаряжали в плохие, в нетучные времена, то до 20 минут иногда доходило, но, как правило, все-таки-то в течение 7 минут мы укладывались. Непосредственные результаты продемонстрированы здесь. Как видите, в общем-то, очень хорошие показатели объективного ответа, стабилизации при незначительном числе прогрессирования. Вот отдаленные результаты. Понятно, из того, что мы изначально говорили, что если просто реканализировать, если ничего не делать, стонус дыхательных путей умрет через 3 месяца. Если реканализировать через 3,5, то есть показатели, в общем-то, ничем существенно не отличаются. Хотя, конечно, это значительное увеличение качества жизни перед смертью человека. А вот применение комбинированных методов, особенно химио-лучевой терапии, имеется в виду, как правило, брахитерапия с химиотерапией, поскольку немногие могут пережить еще и сочетанную лучевую терапию и химиотерапию. Хотя и такие пациенты были. Вот у этих пациентов медиану выживаемости при 3-й А стадии удалось довести до 15 месяцев, что значительный показатель, а при 3-й Б до 11. Позвольте перейти к следующему компоненту нашего комбинированных и комплексных методов эндобронхиального лечения. Это фотодинамическая терапия. Всего она проведена на данный момент, по моим подсчетам, 118, но, наверное, даже больше, если сейчас взять тот опыт за эти годы института. Хочу сразу оговориться, что фотодинамическую терапию мы используем только как компонент, дополняющий один из основных видов лечения, не как основной. Касаясь истории вопроса, вообще, конечно, с времен древности известно, что свет имеет и полезные свойства, и губительные, в зависимости от того, как его использовать. Но только научное обоснование возможности использования светолечения было в конце XIX века. Датским ученым Финсоном проведено, который получил за это в 1903 году Нобелевскую премию. В 1900 году Оскар Рап обнаружил быструю гибель параметсии в присутствии такого грубого фотосенсибилизатора, как окридиновый краситель, инертный в темноте, под облучением, солнечным светом. В 1904 году Топейнер ввел термин «фотодинамическое действие». В 1940-х годах XX века было показано, что ряд соединений являются фотосенсибилизаторами, избирательно накапливаются в тканях с высоким обменом и еще и флюоресцируют потом. В 1960-х годах Липсон выделил первый фотосенсибилизатор, чистый, с гематопорфирина, а вот в 1970-е годы великий такой ученый и его сотрудники в США после экспериментов на животных уже провели широкие испытания ряда производных гематопорфиринов, собственно, настоящих, уже чистых фотосенсибилизаторов. Собственно, механизм действия и способ действия введения за какое-то время до манипуляции внутривенного фотосенсибилизатора. Через какое-то время в соответствующем для этого фотосенсибилизатора длиной волны проявляется облучение. Под термином фото-биоактивации понимается любое изменение скорости метаболизма, хоть в сторону увеличения, хоть в сторону замедления, на двух уровнях всегда, клеточным и органам. Это и прямой эффект фотосенсибилизатора, индуцируется последовательное превращение синглетных и триплетных форм кислорода, образование свободных радикалов, перекисей и излучение квантов света. И это последованные эффекты, нарушение кровоснабжения, гипертермические эффекты, цитокиновые реакции. Ну, как уже говорил, фотодинамическую терапию мы провели у 118 больных, отследили, по крайней мере, их, и это стало 58% от всех наших пациентов. Использовали мы фотодетазин, либо похожий на него препарат радохлорин. Он обладает целым рядом преимуществ перед другими. Это быстрый период выведения до 48 часов. Как правило, это низкая темновая фототоксичность, высокая световая. Не требует никаких дополнительных воздействий, кроме ношения в течение суток темных очков. И осложнений при фотодинамической терапии эндобронхиальной мы не отмечали существенных, кроме какого-то фотобронхита кратковременного. Для этого препарата, этот препарат активируется на длине волны 662 нанометра. Для активации используем лазер наш петербургский АТКУС полупроводниковый. Ну и, собственно, примеры изображений. Мы надеемся на большое будущее фотодинамической терапии. Это будет разработка новых фотосенсибилизаторов, увеличение способности к избирательной концентрации в опухоли, наноструктурирование их с возможностью активации рентгеновским облучением. Но хочется сказать, что то, что мы 20 лет назад умудрились начать первое применение фотодинамической терапии, 20 лет назад, хотя вот сейчас все время слышится, что впервые в мире начатое использование фотодинамической терапии. Нет, 20 лет назад Марк Львович Гельфонд как таран пробил это, и я тогда еще молодой, тоже ничего не боящийся, мы с ним начали это делать. Это большой энтузиаст этого дела, и надеюсь, что будущее этой фотодинамической терапии, он будет дальше воплощать жизнь. Ну, хочется еще остановиться в завершении на том, что мы разработали способ эндоскопического контроля эффективности нашего эндобронхиального лечения с помощью аутофлюоресцентной бронхоскопии и спектрометрии. Ну, как известно, спектры флюоресценции состоят из отдельных флюорофоров, которые здесь перечислены. На интенсивность влияет метаболизм, кровоснабжение, гистархитектоника, распределение этих флюорофоров. Нами был разработан метод совместно с канадской, ныне уже не существующей фирмой, перцептрон. Разработана такая система с возможностью работы в обычном аутофлюоресцентном режимах и спектрометрии в обоих этих режимах. Сущность его заключалась в том, что на промежуточной плоскости перебрасывался волоконно-зеркальный компонент, который вот здесь представлен черной точкой. То есть часть изображения с зоны интереса, на которую мы наводили эту черную точку, перебрасывалась сразу в спектрометр. Не надо было никаких вводить щупов, датчиков, искажающих спектр. Никак это не затягивало время бронхоскопии. Выполнялось всегда пять последовательных действий. Обычная бронхоскопия, спектроскопия в обычном свете, аутофлюоресцентная бронхоскопия, аутофлюоресцентная спектрометрия и потом биопсия с опухолевой тканью, границы поражения неизмененной стенки бронха. Было у нас проведено большое исследование. Евгений Владимирович Левченко был руководителем диссертации по неодевантному лечению и этим пациентам как раз мы выполняли подобные исследования с оценкой эндоскопической эффективности лечения. Собственно, сам процесс выполнения, примеры изображений. Ну и, как видно, чувствительность и специфичность по сравнению с отдельно взятыми аутофлюоресцентной бронхоскопией и обычной бронхоскопией удалось повысить до чрезвычайно высоких показателей 97,89%. Очень важно, что вот это проведение спектрометрии позволяет не просто нам оперировать какими-то впечатлениями, как розовенькое, не очень розовенькое, а мне кажется, что здесь красненькое. Нет, здесь мы манипулировали математическими данными, которые, согласно всем принципам доказательной медицины, были обработаны. И различные спектрометрические коэффициенты на этих диаграммах демонстрируют, насколько, в общем-то, информативным оказался метод. Злокачественное поражение и норма. Литературные данные, как вы знаете, говорят о том, что до 30% вот этих наших реконализаций нестабильны и требуют стентирования. С гордостью можно сказать, что в наших ситуациях процент таких больных составил всего 3 против 30. А стентирование дыхательных путей – это, наверное, самое мучительное, одно из самых мучительных вообще, что только можно человеку предложить. Имплантация народного тела в дыхательной пути. Запах, мокрота гнойная, постоянное ощущение народного тела, кашель надсадный. Ну вот проведение всех этих наших комбинировых методов позволило сократить число таких больных до 3. Ну, конечно, все-таки они остаются. Таким пациентам мы можем предложить стентирование типа Дюмона. Сами фиксирующие стенты, саморасправляющие сейчас варианты стентов, либо там металлические всевозможные покрыты. Ну, и примеры изображения установленных стентов у таких пациентов. Последовательность таким образом состоит в эндоскопической реконализации, проведении сочетанной химио-лучевой терапии, фотодинамической терапии и при необходимости стентирования. И еще такой, в общем-то, предмет гордости, что у 15 пациентов к настоящему времени подобный метод лечения позволил перевести местно распространенную форму неоперабельную в операбельную, и таким образом данный эндобронхиальный метод лечения комбинированный стал неодиуантным. Пациенты были приоперированы, медиана выживаемости достигнула у них 23 месяцев, что, в общем-то, очень неплохо для 3-А, 3-Б стадии. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей Иванович. Действительно, если я уж не помню человека, который сказал очень мудрую вещь, что причина всякой смерти, кроме быстрого обугливания, это гипоксия. И трудно с этим не согласиться. И как раз таки вот я хочу не согласиться с вами, Андрей Иванович, относительно отдаленных результатов после реконализации. Вы говорите, если реконализировать 3,5 месяца, а если не реконализировать, тогда 3 месяца. Это на круг, это не берется в декомпенсированный стеноз. Вот у меня ощущение, что если это декомпенсированный стеноз, то этот счет идет на дни, на часы. И поэтому говорить, что 3 месяца живет, если не реконализировать, то мне кажется… Это на круг всех взятые, в том числе и компенсированные. Поэтому здесь вот я бы не говорил, что эта реконализация просто может быть и не так эффективна с точки зрения… Да, декомпенсированные. Вы помните, сколько у нас таких пациентов, которые просто уже синие подавались в операционную, с чрезвычайным риском, и мы все синие стояли от страха. Да, да, да. И вдруг они оживали, и мы жили потом месяцами. По-моему, вот рентгенограмма или компьютерная томограмма как раз-таки с полным стенозом, это был как раз-таки пациент с гипоксией, с выраженно синей-синешным цветом кожных покровов и с гипергидрозом. А у кого есть вопросы еще к Андрею Ивановичу? Андрей Иванович, вот относительно кровотечения, вы еще сказали, да, вот кровотечение с точки зрения осложнения. Но вот в случае, если это осложнение контролируемое, можно ли называть это кровотечением, вот, как осложнение? Может быть, эта особенность манипуляций заключается, что она с повышенной кровоточивостью? Разумеется, согласен. Просто как осложнение его называть, и если бы вы остановились, а потом это закончилось после вашего окончания процедуры, если это предполагается, что у определенных пациентов, поэтому, мне кажется, вот стоит насчет осложнений здесь, просто характеризуется повышенная кровоточивость. Вот если бы мы делали это в условиях фибробронхоскопии, то это было бы осложнением. Канал бронхоскопа забился, и больной погиб бы от асфиксии. Я могу сказать, что по аналогии, давайте мы с вами, я просто чуть в дискуссию вступлю. Если кровотечение во время торакотомии составило 400-500 кровопотерей, 400-500 миллилитров, что мы будем всех называть, извините, осложненным кровотечением внутриплеуральным, да, интероперационным. Поэтому по логике, если это контролируемая манипуляция, контролируемое состояние, это просто сопровождается кровопотери небольшой. Это вот в дальнейшее ваше представление. У меня есть предложение, чтобы исключить из осложнений. Согласен. Да, давайте, Дмитрий Александрович Полежаев. Просто я полностью с вами согласен, но когда такие малоинвазивные диагностические процедуры, они везде на Западе вот так отмечаются, просто малое осложнение, не требующее дополнительных вмешательств, да. Но это действительно как просто течение самого процесса, плюс-минус сколько-то миллиметров. То есть согласны, в принципе, да. По аналогии, если мы с трокотомиями будем, все трокотомии у нас будут осложненные тогда кровотечениями, да. Согласен, учтем, пересмотрим. Пересматривает, да. Еще какие вопросы? Ну, я думаю, что действительно это нужно быть энтузиастом, большим энтузиастом и большим виртуозом с точки зрения представления в бронхоскопическом отражении бронхов, таким как Андрей Иванович, чтобы выполнять такие манипуляции, которые он выполнял здесь, в стенах нашего института, а сейчас выполняет в других стенах. Действительно, это очень нужная специальность, очень важная, действительно, когда у пациента критический стеноз трахеи. Когда долевой или промежуточный бронх, да, еще может быть, скажем так, ограниченное и компенсированное состояние. А когда трахея или переход на трахебронхиальный угол, конечно, это участие вот эндобронхиальных, эндотрахиальных хирургов, таких как Андрей Иванович, это как раз-таки и то место приложения, где не каждый хирург согласится вот на такие манипуляции. Хотя раньше жесткая бронхоскопия была обязательной манипуляцией для всех трахальных хирургов. Хорошо, спасибо большое, Андрей Иванович. Спасибо. Спасибо.